ГОМЕЛЬ 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 Но, тем не менее, несмотря на то, что количество небольшое, это очень важно, и мы продолжаем с этим работать. Дарыша у сяго на Гомельшине проживая свыше тысячи замежных ромадзян. Это урадженцы Афганистана, Азербайджана, Йемена, Палестины, Украины. Лепшого участкового выбирают у Гомеля. Сегодня стартовал финальный этап 12-го республиканских огляду конкурсу. Кожную в области город Минск представляют три участковые инспекторы милиции и три инспекторы по справах неполнолетних. Финальный этап конкурса распадшался с официального открытия. Семь команд с кожной в области Минска, кля 50 удельников. Правооховники будут поборничать в профессийном мастерстве по строевой, огневой и физичной подрыхтовцы, криминалистичной технице. Так само их шакают экзамены на ведание нормативных правовых актов, які регламентуют службовую деянность. Современный участковый должен обладать очень большим спектром качеств, начиная от уровня образования, иметь соответствующее знание законодательства безупречное, потому что очень непростые ситуации возникают. Ну и естественно иметь определенный опыт житейский, потому что на самом деле приходится вникать в судьбы людские и принимать решения. А для того, чтобы сделать правильное решение, надо на самом деле иметь этот опыт. Основные конкурсные подеи отбудутся завтра. У Знагородиць Лепших 17 листопада, в день створения службы участковых. А вот Лепшиха студента региона уже вызначили. Под час конкурса студент года 2016 сями претендентов Жоры выбрала представника в области на финале у Минску. Организатором регионального этапа конкурса выступил Гомельский областный комитет БРСМ. Видовищное шоу ладилось и припатринцы Головного управления идеологичной работы культуры и по справах молодежи Абл-Ваканкама, а так само широку организации областного центра. За напруженной конкурсной боротьбой сочила наш корреспондент Вероника Ворошилина. Адураны в учебе и творчестве, энергичные, артистичные, кемлевые. Минавида таких претендентов объеднала с поборництва за гоноровое звание студент года 2016. У делу конкурса приняли представники усих высшейших научных установ Гомельщины. Это без пера большиня лепшая из лепших студентов нашего региона. Степендиеты престижных державных премий у делники международных конкурсов и науковых конференций. Активисты студентского самокерования и Белорусского республиканского союза молодежи. На сцене им требовало переодолеть нескольких непростых творческих попробований. Например, оригинально представить себе и свою ВНУ. Мечтаю защищать людей. Хочу иметь семью, детей, чтобы все в реальность воплотить. Ведь решил в Митсоя поступить. Меня приезжает знание света. Я этим горд, ведь я студент. Своей сдольности и эрудицией молодые люди проявляли у широкого инших интеллектуальных и творческих конкурсов. Их неординарные ауторские номеры сопровождались и философскими разважениями. Усе конкурсанты пришли на конкурс под рихтованами с великим желанием угодно представить свою ВНУ. Почему захотела поучаствовать? Ну, сделать свою жизнь разнообразней. И я надеюсь, что наш университет станет более знаменитым в нашей Белоруссии. Этот конкурс для меня великая махчимость показать свой университет в добром свете. Потому что я хочу, чтобы мой университет самый лучший. Я уже давно хотел поучаствовать в этом конкурсе, но таковая подготовка у меня началась буквально неделю назад. И я, короче, воздвигал очень огромные надежды на этот конкурс и хочу, можно сказать, даже так победить. Ни меньше отказность под час конкурсу и ужуры сянителей на витах представников студентской молодежи Гомельщины им требовало выбрать только одного найлепшего. Тому иные шезагадя визначилися с тем, якими якостями повинен володець саправдный студент года. Настоящий студент года, он должен, наверное, определять, в первую очередь, лидерскими качествами. Это тот молодой человек, который может за собой повести актив университета. Тот молодой человек, который активный, принимает активное участие в общественной жизни университета. И тем самым, наверное, выделяется на общем фоне студентов. По выниках усих конкурсных випробований у генеровое звание студент года завоевала студентка лечебного факультета Гомельского державного медицинского университета Алина Данильченко. Данильченко Алина защищает Гомельский государственный медицинский университет. Шестой курс лечебный факультет, курс анестезиологии и реаниматологии. Усе удельники конкурса, узнагороджены приемными призами, пера-можца отримала путевку на горнолыжный курорт. До того ж, в худшем часе, гетая пригожая и талиновитая девчина отправится в Минск, как представить Гомельшину в республиканском финале конкурса студент года 2016. Пожадаем Алине Данильченко творческих поспехов и бездакорного выступления на столичной сцене. Вероника Ворошилина, Валерия Гапанько, телерадио «Кампания Гомель». Редку астрономичную зъяву могли бачить жахары планеты минулой ночью. Месяц наблизився до земли на рекордно близкую отлеглась. Разглядеться го можно было навод без телескопа и сфотографовать на звычайный смартфон. Самая пригожая здымка, зробленная же храме Гомельской в области и не только, собрала Ганна Ковалева. Синоптики прогнозовали в ночь с 14 на 15 листопада Гомельшину накрыли пираменная в облачность. Захыты, гомеркающие по комментариям в интернете, жахары не которых регионы увяли полевание на месяц до трех годин ночи. Но, на жаль, убачить его так и не смогли. Гомельчанам же пошанцевало больше. Уже в 10-й године вечера на виновой стушке социальных сеток почали наполняться аматорскими здымками суперполни. Да прикладу гэта фото у популярной интернет-суполцы разместил Валеры Киселёв с подписом «Вот такая луна была в Гомеле 14 ноября 2016». А гэта фото Амалю 11 вечера опубликовал у Владимир Сазоненко со спасылкой на советский район. А вось так выглядал месяц над Волотовой. Некоторые смогли сфотографовать, помню, навод на 8-пиксельный смартфон. И неадивно, минулый ночью месяц был Амаль на 30 тысяч километров ближе и до земли, чем звычайно. Опышний раз такое было 68 годов тому. На территории Гомельщины надзирать за редкой зьявой можно было до самой ранницы. И меркучи по здымках у социальных сетках, жахары в области так и зарабили. Так, гэтым фото Вольга Пятыхина поделилась у 6-х один ранницы 15-го листопада. Тяж, кому не пошинсовалась надворьем, дякуючи интернету, могли назирать за зьявой онлайн у розных кропках планеты. Некоторые обсерваторы света организовали прямые трансляции. Убачить месяц можно было и на здымках. Да прикладу, гэта Франция, гэта Испания, а гэта уже Китай. И на рэште гэта из дымок был опубликованный на официйной сторонце космичного агентства НАСА у Инстаграм. И все гэта, як был доказ популярной у тих же соцсетках фразы, «Дзеб не был каждый из нас, мы заусюду будем бачить один месяц». Ганна Ковалева, Телерадо, компания «Гомель». На гэтом выпуск завершенный, у студии працывал Яуген Пабалавец. Усяго доброго и до встречи в эфире.